МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Еда живая и мёртвая. Программа о том, что есть, чтобы не болеть, не толстеть и жить дольше. Масленица. Как сохранить здоровье в эти жирные дни? В России масленицу любят. Некоторые наряжаются в национальные костюмы и гуляют, как положено, водят хороводы, бьют со стенка на стенку. Кое-где пекут гигантских размеров блины. И первый блин был вовсе не чем комом, как говорят сейчас, а кому, комам. Так раньше называли медведей, хозяев леса, которым и относили ритуальное угощение. А сам праздник был вовсе не масленицей, а комоедицей. Этот обряд до сих пор проводят жители этнокультурного поселения недалеко от Можайска. Здесь уже более 30 лет возрождают древнеславянские традиции. Отношение к блинам на Руси было особым. Они служили обрядовым, поминальным блюдом. Их обязательно ели на похоронах. Масленица – это тоже, по сути, похороны, зимы. Историки склоняются к тому, что круглая форма символизировала покрытый пятнами лик луны. По другой народной версии, блин – это символ солнца, ведь раньше одним из главных божеств считался Хирилла. Снись, тёпло! Повернись, добро! Самое важное в масленице – это, конечно же, поедание блинов. И чем больше блинов ты съел, тем больше ты в себя взял силы жизни. Из старой одежды жители поселения под Можайском делают чучело, но не привычной нам масленицы, а исторической марены. И, конечно же, избавляемся от морока, поэтому сжигаем мы чучело Марены, не масленицы. Масленица – это красивая народная женщина, мы её очень любим. А Марина олицетворяет болезни, морок, неудачи. Мы сжигаем их, чтобы вместе с зимой ушли неприятности, а пришло лучшее время надежды, любви и счастья. Очень люблю, когда тает снег, чуть-чуть подтаивает босиком, ходить вокруг костра – это самое замечательное. Маленький, я знаю, чтобы не погасла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok